За джойстиком робомашины Алифтина Исаченко. Управлять такой не часть какой-то игры. Это важный региональный этап всероссийского конкурса Агро-НТИ-2022. По условиям испытания нужно перенести сток сена к коровнику, загрузить предметы в прицеп. В общем, задач хватает. Работает Алифтина вместе с напарником. Тот управляет теплицей. Наверное, мост, который с сильным поворотом, там можно упасть. И мост, который трясется, потому что с него тоже можно упасть. Алифтина участвует в региональном этапе второй раз. В прошлом году до финала ей не хватило пяти баллов. Теперь готова выложиться по полной. Впрочем, на региональном этапе Агро-НТИ-2022 – это не единственная площадка. Всего их семь, и каждая отражает современное направление развития акротехнологий. Конкурс направлен на вовлечение молодежи, сельской молодежи, малых городов в новые технологии, в цифровые технологии. Это агророботы, агрокосмос, агробио, это добропчел, то есть те современные технологии, которые сегодняшний день востребованы в сельском хозяйстве. И для ребятишек – это неплохой задел при выборе дальнейшей профессии, при вовлечении молодежи на село. Это главная наша задача. Можно сказать, что Рязанский государственный агротехнологический университет стал уже традиционной площадкой для проведения регионального этапа. Здесь он проходит уже в третий раз. И вуз к этому полностью готов. Каждая площадка оборудована для участников, учеников сельских школ и малых городов. В этом году активных ребят в избытке. Из тысячи заявок отобрали всего несколько сотен. Возможно, среди них – новые светила науки. Для того, чтобы технологический прорыв у нас проходил в дальнейшем, нужны образованные карты. Это вы. В дальнейшем мы вас ждем на производстве. Производство сельскохозяйственное. Вы сами знаете, что без этих ваших знаний не будет прорыва в сельском хозяйстве. Победители, а их будет всего шесть на каждой площадке, отправятся на всероссийский финал. И уже чемпионам среди всех призов дадут самый главный. Небольшой плюс к баллам ЕГЭ. Это хорошо скажется при поступлении. А если ребята решат связать свою судьбу с агропромышленным комплексом, то уже ясно, какой вуз они выберут для обучения. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».